Мы в Смирновскул очень любим дарить подарки, а вы наверняка любите их получать. И повод есть, скоро черная пятница. Можно приобрести наши курсы со скидкой до 25% и получить много приятных бонусов и подарков. Кстати, чем больше курсов вы выберете, тем выгоднее скидка. Но и специально для вас, любимых подписчиков, есть промокод на дополнительную суммируемую скидку. Он сейчас на экране. Введите его в специальное поле при покупке и получите еще больше выгоды. Помните, черная пятница это самый удачный момент для начала обучения, так что не пропустите его. А если у вас остались вопросы, то ответы на них обязательно будут по ссылке в описании. Всем привет! С вами Семен и сегодня у нас не совсем обычная тема. Мы поговорим об анимации в программе Spine. Есть популярное мнение, что 2D анимация в наше время не востребована. Все перешли на 3D. Вон сколько выходит трехмерных игр и мультиков. Но если копнуть чуть глубже, окажется, что 2D анимация актуальна ничуть не меньше, чем 3D. Дело в том, что за последние десятилетия процесс создания двухмерной анимации изменился. Если говорить про классическую покадровую анимацию, то ее делать действительно очень долго и дорого. Аниматорам приходится отрисовывать каждый кадр, это процесс трудоемкий. Но помимо этого есть еще и векторная и скелетная анимация. Их производство менее затратно, а результат выглядит порой не хуже. 2D софт не стоит на месте и активно развивается. Одна из самых популярных программ для скелетной анимации – Spine. Она заточена под 2D и считается стандартом гейм-индустрии. В двух словах объясню, что такое скелетная анимация. Возьмем изображение. Это может быть моделька или 2D рисунок. Чтобы его оживить, аниматору нужно будет создать своеобразный скелет. Иерархическую систему костей. После этого необходимость отрисовывать каждый кадр отпадает. Аниматор может просто задать движение скелету, и объект повторит эти движения. Анимации, сделанные в Spine, востребованы в самых разных сферах. Это мультфильмы и мультсериалы, компьютерные и мобильные игры, визуальные новейлы, реклама, соцсети и мессенджеры, тизеры и промо-материалы. Звучит все это замечательно, но неужели Spine для этих задач подходит лучше других программ? Мы пообщались на этот счет с программистом и аниматором Алексеем Завриным. Он работал над проектами Patata, Elmost My Floor, Gravifyer. Лайк, если слышали про эти игры. Кстати, на нашем канале есть стрим с Алексеем, и вы можете посмотреть его по ссылочке. Алексей считает, сейчас на рынке единственным маломальским конкурентом Spine можно считать встроенную 2D анимацию в Unity. Она может лучше себя показывать в плане оптимизации и к тому же бесплатно. Но использовать ее можно только в Unity, а Spine во многих других движках. Работать тоже намного удобнее в Spine, плюс у него есть особенные клевые фичи. Про уникальные фичи Spine я подробно расскажу чуть позже, придержите эту мысль. А мы двигаемся дальше. Как анимировать в Spine? Допустим, у нас есть персонаж, и мы хотим заставить его двигаться. Для начала надо в фотошопе разбить его на части. Нет, это не какой-то акт жестокости, а необходимый этап. Мы отделяем те элементы, которые будут двигаться. Ну, туловище, голова, руки, ноги и дополнительные детали, вроде волос или оружия. Эти части называются спрайты. Дальше нужно экспортировать фрагменты персонажа в Spine, создать кости и привязать к каждому спрайту. Этот процесс называется риг. При движении костей соответствующая часть персонажа тоже должна двигаться. Когда вы проектируете скелет, сначала нужно создать рут, главную кость, которая остается неподвижной. Дальше уже настраиваем дочерние кости и устанавливаем иерархию. Более точно привязать спрайт к кости помогает сетка или мэш. При ее помощи мы отмечаем, какой фрагмент персонажа к какой кости относится. Еще один важный инструмент – бека. Он привязывает спрайт к кости в соответствии с расположением сетки и позволяет настроить движение так, как вам нужно. После того, как вы полностью настроили персонажа, можно переходить в режим анимации. Внизу экрана появляется таймлайн, который фиксирует действие. Вы двигаете персонажа или какую-то его часть и устанавливаете ключ, который это действие закрепит. Например, первый ключ ставим в состояние покоя, второй – через пару кадров, когда изменится положение той или иной кости и так далее. При этом программа автоматически просчитает характер движения для новых промежуточных ключей. Вот и все. Готовую анимацию можно сохранять и экспортировать. Вернемся к теме фишек и особых инструментов спайн. Вот что рассказал нам Алексей Заврин. Одна из самых крутых особенностей – скины. Что это значит? Если у нас 10 персонажей примерно одного вида, то можно сделать только одну анимацию вместо 10 и переиспользовать ее для всех персонажей. Следующая фишка – это экспорт анимации в виде JSON и атласа изображений. Все остальные популярные программы для анимации, вроде Adobe Animate, Adobe After Effects, Stone Boom и так далее, выдают на экспорт либо видео, либо покадровую последовательность, в отличие от спайн. Двигаемся дальше. В спайн есть функция процедурной анимации, то есть автоматической генерации определенных движений. Костями можно манипулировать с помощью кода. Например, когда вы анимируете бег персонажа в гору, он автоматически будет наклоняться в нужную сторону. Кроме этого, в спайн есть удобный инструмент – pounding boxes. Это произвольные многоугольники, которые часто используются для определения границ скелета и которые можно менять в зависимости от анимаций. Спайн регулярно обновляется. В версии 4.0, например, появилось новое окно под названием «График». Оно позволяет настраивать значения для множества ключей за один раз. В этом окне хорошо заметны рывки в анимации, соответственно, их теперь легче устранять. Также в четвертой версии стало проще делать эффект затухания анимации и работать с анимацией по дуге. А теперь поговорим о плюсах и минусах спайн. Пожалуй, главный недостаток – стоимость. Цена полной версии спайн кусается – 330 долларов. Есть, конечно, бесплатная демоверсия, но в ней нельзя экспортировать готовую анимацию на компьютер. Так что демка подойдет только для тренировки и знакомства с софтом. У спайна есть бесплатный аналог – Dragon Bones. Его основная проблема в том, что разработчики программы давно не делали обновлений. Программа даже изначально была аутсайдером на фоне спайна, а спустя пару лет разница между ними стала уже слишком большой. По отзывам пользователей, в Dragon Bones неудобно анимировать. Много багов, да и крупных спайновых фич не хватает. Так что Dragon Bones, к сожалению, не удалось стать блендером от мира скелетной 2D-анимации. Еще один минус спайна – программа может сильно нагружать процессор, поэтому нужно использовать его с умом и оптимизировать. Теперь о плюсах. Спайн поддерживает экспорт анимации в большинство движков. Не только Unity и Unreal Engine, но и Game Maker Studio, Cocos 2DX, Mono Game и другие. Следующий плюс – маленький размер экспорта. Традиционная анимация, например, требует изображения для каждого кадра анимации. Анимации, сделанные в спайн, хранят только данные о костях, которые весят мало. Чтобы анимировать в спайн, не обязательно быть суперкрутым художником. Достаточно понимать базовые принципы анимации. Ну, например, если резиновый мячик бросить на землю, он слегка деформируется и сплющится, прежде чем отскочить. Если не отразить в анимации этот эффект сжатия, то движение будет выглядеть неестественным. Ну и последний, но не по значимости плюс – анимации в спайн вы можете научиться на курсе Смирнов School. А называется он, вы не поверите, анимация в спайн. Вы, как настоящий волшебник, сможете оживлять персонажей и элементы интерфейса, даже если раньше у вас не было опыта в анимации. По окончании курса ваше портфолио пополнится тремя анимированными роботами, а голова – кучей полезных знаний. Ссылочка на курс, как всегда, в описании. А на этом все. С вами был Семен. Ставьте лайк, если материал был для вас полезным и интересным. Пишите в комментарии, стоит ли нам выпускать еще ролики на тему анимации и что именно вы хотите увидеть. Туториалы, обзоры разных программ, истории создания анимационных проектов или что-то другое. Увидимся в топах ArtStation. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok